Гимном России открыли 31-ю годовщину Международного дня памяти погибших при радиационных авариях и катастрофах. Традиционно его отмечают 26 апреля. Эти мероприятия проходят на всей территории Российской Федерации, потому что он установлен как День памяти сотрудников МЧС. И, соответственно, мы к этому дню приорачиваем еще День памяти погибших сотрудников Министерства. Авария в Чернобыле произошла в 1986 году. Примечательно, что в Киеве о катастрофе умолчали. И всего через несколько дней после случившегося погнали людей на первомайскую демонстрацию. А ветеран гражданской обороны Юрий Голован вспоминает, как 9 мая в их части, недалеко от Омска, сработал сигнал о превышении радиации. Тогда ни он, ни его начальство еще ничего не знали о Чернобыльской катастрофе. По инструкции посмотрел, доложил оперативного дежурного на Сибирск, а он сказал просто, да, включи его. Вот с чем я столкнулся. После этого только уже стало известно, что произошла авария, и получается, что мы даже в Сибири, да, уже свою тоже получили. От радиации помимо Украины пострадали некоторые страны Европы и 19 российских регионов. Но сильнейшее заражение получили люди, находящиеся в момент взрыва на самой станции. В том числе караул, который нес службу на ЧАЭС в тот день. А также и пожарные, которые приехали на место взрыва. Ну вот сами себе представьте, ну куда деваться-то? Вот все уже случилось, все горит. Есть еще чувство долга и чувство ответственности. И люди просто, зная, что они уже погибли, они выполняли свою задачу. В числе тех, кто ликвидировал последствия Чернобыльской катастрофы, были и пожарные из Приморского края. Всего около 40 человек. Правда, сегодня на митинге ни один из них не присутствовал. Сотрудники МЧС отмечают, что и сегодня в их рядах есть смелые и достойные люди, которые готовы выполнять свой долг, несмотря ни на что. Именно таких, преданных своему делу людей, наградили на торжественном митинге. Сотрудники МЧС обмолвились, что их коллеги погибают и в мирное время. Однако, какую-то статистику по этому поводу нам привести отказались. Но отметили, что гибнут как молодые, так и опытные служащие. Только в прошлом году, во время устранения последствий от тайфуна Лайон-Рок, утонул начальник МЧС Приморского края Олег Федюра. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.